Привет ребята! Всем привет! Сегодня у нас необыкновенное видео! Так как мы, ребята, откроем и соберем необыкновенно интересную игрушку! Вот этот самый большой, интересный поезд Лего Дупла! Даник, и при том, это не просто Лего поезд, а грузовой поезд! Смотрите, ребята, здесь даже подъемный кран есть, вот такой! И он может ехать сам, вы представляете, ребята? Здорово! А для этого нужно построить железную дорогу! Да! Ту-ту! Ну что же, давайте начинать! Открываем эту большую коробку! Так, оп, вот какая-то коробка! Оп, тихо! Снимай! Ого, как много деталей! Эй, эй, эй! Ого, это самое главное инструкция! Вот! А вот и наш в работе! Ну что, поиграем в Лего! Ого! Наша команда машинистов увеличивается! Ну, вообще-то, ребята, здесь не только машинисты, но есть один опытный крановщик! Это я! Итак, ребята, давайте построим для этой дружной команды шикарную железную дорогу! Ну что, поехали! Ребята, смотрите, какая большая железная дорога у нас получилась! Ребята, смотрите, подъемный кран заканчивает погрузку ящиков! Давайте же ему поможем! Да! Эй, Даник, я привез апельсины! Поднимай груз! Отлично, поднимай! Идяем! Поднять груз! Опустить груз! Так, вот здесь! Погрузка завершена! Пока, поезд! Пока! Счастливой дороги тебе! Пока! Здорово! Поезд, который ездит сам! Для дальней дороги нужно очень много топлива, поэтому мы наш поезд что только сделаем? Собранием! Точно! Ух ты, какой интересный звук! Да! Правда, ребята? Это поезд создает! Полный пак топлива и можно продолжать путь! Поезд везет апельсины, бананы и еще, наверное, возможно это уголь, я даже не знаю. Даник, что там? Строительные материалы! Строительные материалы! Ой, кажется, мы не полный бак, но хорошо, что у меня есть канистра! Точно! Классная, маленькая, компактная канистра! Запасной вариант! Да! На каждой железной дороге должно быть топливо! Это точно! Про запас! Надо забрать бананчики! Все, приехали на место назначения, да? Да, надо забрать бананчики! И теперь нужно разгрузить наш поезд! Так! Вера! Вера! Давай я тут воткажу! А в кабине работает крановщик! Давай его покажем ребятам! О-о-о! Привет, крановщик! Привет, ребята! Интересная у тебя работа и очень ответственная! Да, у меня стрела может поворачиваться на 360 градусов! Здорово! Это очень удобно для погрузки всяких грузов! Да! Так, а я пока отвезу бананы! Все! Теперь приехал за апельсинками! Так! Держи апельсинки! Как я их люблю! Да, они очень полезные! В них много витамина С! Он очень важен для нашего организма, чтобы мы не болели! Особенно простудой, да? Уезжай! Едет поезд, едет! Быстро-быстро едет! Ой, кажется, опять диндинца пустит! Да что же это такое? Какой все-таки у него большой расход топлива! Да! Это потому, что он грузовой! Да, обычно вся грузовая техника немножко прожорливая на топливо! Но Даник запасливый парень, он... Имеет при себе конисточку! Всегда, да? Да, даже если она пустая! Ну, лучше, чтобы она была полной! Поезд прибыл! А вот вокзал! Выходит, ответственный работник, который отвечает за погрузку! Ну что, Даник, готов к погрузке блоков? Готов, только надо немного прицепиться! Давай! Выгружаем блоки! Позже! Одного остаток! Давай выгружай все! Что ездить по 20 раз? Хорошо! Но чувствую, что это добро мне кончится! Ну, тогда возьми вот еще один погрузочный контейнер! Да, это уже хорошая идея! Так... Ну... Этот блок заменен! Внимание, внимание! Грузовой поезд Лего отправляется! Ребята, погрузка совершена! Поезд отправляется! Полный вперед! Ту-ду-ду-ду! Ребята, но это еще не все! Эту большую железную дорогу можно сделать еще больше! Представляете? Да, с помощью вот такого набора Ребята, смотрите, это дополнительные железнодорожные пути Да Открываем Открываем Там есть шлагбаум Да, самое главное шлагбаум И развилка О, здорово, тогда можно сделать так, чтобы тут у нас эта дорога была в трех направлениях Открываем 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 Ого, смотрите, развилка Чик-чик-чик-чик-чик-чик Шлагбаум Ребята, смотрите, что у нас в итоге получилось Да, какая огромная железнодорожная, вот такая же С помощью дополнительного набора мы добавили дополнительное кольцо И развилку Она не простая, а двойная С ее помощью поезд направляется или на мост, или же может поехать под мостом Да Ребята, а с помощью вот этого переезда машины смогут безопасно пересечь железную дорогу Вот, смотрите, как раз грузовик подъезжает Ого, жаль, шлагбаум закрыть не успел Ну, ничего страшного, подожду немного, пока проедет поезд Поезд проехал Все, путь в свободе Так И закрытываем Благодаря шлагбауму поддерживается безопасность на железной дороге Ребята, давайте посмотрим, как работает эта развилка Так, включаем поезд Вон, поехал на воду Вон, поехал на воду Так, а теперь давайте сделаем, чтобы он проехал под мостом Видите, ребята, какую роль играет развилка Хочешь, проедет через мост Хочешь, проедет под мостом Здорово, правда, Даник? Это очень важно Сейчас кран заберет у поезда уголь Это здорово Вот у нас ящик с углем Какие удобные крепления здесь Правда, Даник? Ира Какой красочный и интересный поезд Нам было интересно с ним играть Правда, Даник? Да, и набор очень классный Очень классный развивающий набор С помощью вот такого пульта радиоуправления Мы приведем в действие наш поезд Да? Так, включаем Хо-хо-хо-хо-хо Всем привет, ребята! Привет всем! Ребята, у нас сегодня с Даником Особенное видео Мы открываем большой грузовой поезд Я очень долго ждал, чтобы поделиться своей радостью И собрать вместе с вами поезд Грузовой поезд Лего Сити Ребята, необычность этого набора в том, что этот поезд на радиоуправлении Да, ребята, это железная дорога на радиоуправлении И это очень здорово и интересно Давайте скорее открывать этот набор Давай Поехали! Открываем? Открываем Ребята, у нас здесь 8 довольно объемных пакетов Даже можно сказать 9 Железная дорога, 9 пакет Также у нас коробочка с пультом управления Да, здесь он Это пульт управления или нет? Это не пульт управления, это какой-то... Это батарейные блоки Угу, ну разберемся Ну-ка посмотрим Или кто? Да, точно, там рельсы И касательно рельс Данил, я купил еще один набор с дополнительными рельсами Понятно, давайте... Чтобы играть было еще интереснее Давайте и его распакуем О, пап, я нашел пульт управления Смотрите, ребята, какой он интересный Похож на джойстик для игровой приставки Нам с Даником предстоит немало интересной и увлекательной работы по сборке этого огромного набора Я предлагаю начинать Поехали Ребята, вот, смотрите Собрали Собрали мы железную дорогу А самое главное Собрали поезд Электропоезд Да, а тут еще была вышка с крюком Да, у нас здесь такая вышка Погрузочная Специальная Это, можно сказать, даже, наверное, как кран, да? Ребята, конечно же Самым интересным и главным элементом этого набора является вот этот электропоезд Он Внутри есть специальный механизм Который с помощью батареек и радиоуправления приводит этот поезд в движение Но это чуть-чуть позже Вы обязательно это увидите Если досмотрите видео до конца Смотрите Вы видели, что произошло? С помощью специального магнита Магнитного соединения Вагон с электрокатушками Присоединился Также можно присоединить и следующий вагон Так, сейчас Но это даже не вагон, это платформа, если быть более верным Раз Платформу Железнодорожную платформу с бензиновой цистерной мы присоединили Видите, здесь написано октан Или это газовая, ну, не важно А сейчас Даник присоединит платформу Кто там сидит, Даник? Коровка Сидит коровка Посмотрите, ребята, какие у этой коровы Роскошные Морога А еще здесь есть, что, Даник? Сено И поилка И поилка, да? Вот здесь вот так опускаются Решетки Лестницы Это лестница Чтобы фермер или человек, который будет ухаживать за коровой Менять ей водичку Класть свежее сено Чтобы он мог спокойненько подниматься Да? Ребят, это катушки непростые Видите вот этот знак? Что он означает? А ну-ка А ну-ка, Даник, что означает этот знак? Видим, молнии Что эти катушки с электричеством А вернее со специальным, мощным, высокой мощности электрическим проводом, кабелем Ребята, но это еще не все На этой грузовой железнодорожной станции есть специальная обслуживающая техника Какая, Даник? Подъемник Ребята, смотрите, как работает этот функциональный подъемник Вот так он может поднимать большое тяжелое ведро с мусором Также есть вот такая вот интересная грузовая машинка Да, которая чем-то похожа на эвакуатор Чем-то на такой, ну, такая что-то среднее между самосвалом и эвакуатором В общем, классненькая машинка, которая может перевозить небольшие, но важные грузы Сейчас что там она везет? Вот такой вот ящик На сейф похож И? И вот такой вот баллон с газом Да, чтобы можно было заправлять Ребята, смотрите, какой здесь есть классный, необычный кран Да А необычный он потому, что, во-первых, здесь есть такая, ездит специальная тележка Если я не ошибаюсь, это называется тележка С крюком, с специальным подъемным механизмом, тросом Катушкой И сам кран ездит по рельсам Вот так вот он передвигается Ну что, давай что-то поднимем Давай, к примеру, поднимем мусор Майна Все Зацепишь? Аккуратненько Не делаем лишних движений Давай, я тебе помогу Вот, порядок Вера Все И можем поднимать мусорный бак вверх Правда, я не знаю, зачем мы это сделали Ну так Для первого теста сойдет Устанавливаем, наконец-то, торжественно наш поезд Все баконы сразу нельзя О, мы чуть не забыли Нужно обязательно посадить машиниста Ха Привет, ребята Я готов Принять на себя управление поездом Ну что же, ребята А теперь, наверное, самый интересный момент в этом видео С помощью вот такого пульта радиоуправления Мы приведем в действие наш поезд Да? Да Так, настраиваем Ну что же Внимание, внимание С первой строительной грузовой платформы Отправляется грузовой поезд Лего Сити Полный вперед Ребята, это первая скорость поезда Ну, она такая Разогревочная Он едет спокойно, размеренно Но если добавить скорости Он сразу же Ускоряет ход Добавляем третью Нет О, третья скорость Поехали, поехали, поехали Теперь четвертая Теперь четвертая Ребята, это четвертая скорость Но Это не самая Не самая быстрая Есть еще пятая Если я не ошибаюсь, пятая Ну, в общем, есть другие скорости Вот смотрите Сейчас идет пятая Ну, честно, я боюсь Делать Слишком высокую скорость Потому что Поезд может попросту Свалиться Для слишком Высокой скорости Должны быть более плавные Повороты Этой железной дороги Но это можно сделать Без проблем Так, добавлю еще скорость На свой стратег Ох И можно даже быстрее Представляете? Ого, как быстро Ну Больше включать Быстрее включать не буду А то может Так, включай Ох Я предупреждал Ну Хорошо, что у меня реакция Так, так, так Даник, переходи в пульт Держи Видите? Какая быстрая скорость Поэтому я и не хотел Включать на полном Выключай Стоп, нажимай Вот, красненько Нет Тут еще нужно учиться О, все Фух Вот это Было маленькое ЧП Поэтому Не зря существуют Правила Которые гласят Нельзя превышать Допустимую скорость Дорожного движения Да? И железнодорожного В том числе Хорошо, ребята Давайте сейчас еще Посмотрим быстренько Как можно здесь Переводить стрелки Видите? Как Сто процентной Настоящей Железной дороги Помощник, Даник Ты готов? Да Хорошо Как только поезд Будет к тебе подъезжать Переключишь стрелку Конечно Поехали Так Это он проехал прямо А сейчас Переключай Опа А работает Как часы Ускорение Даник, переключай стрелку Оп Наловер Ох, как четко Пап, давай поднимем Одну электрокатушку Давай, Даник Поднимай Вера Так Все Катушечка Поднимается Теперь нужно Отъехать в сторону Чтобы не зацепить Вот эту катушку Отъезжай Есть Все Отправляемся Внимание Внимание Поезд Отправляется Давай еще Быстрее Ого Это реально Скоростной Скоростной Поезд Еще Раз Раз Ого 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 Привет Ребята Всем привет Ребята Сегодня у нас На обзоре Скоростной Пассажирский Поезд Лего Сити Ребята Интересно То Что Этот поезд На радиоуправлении То есть И можно Управлять С помощью Классного Пульта Не будем Медлить Да, Даник Да И быстренько Приступаем К сборке Этой Шикарной Железной Дороги Лего Сити Так Открываем Что там у нас Ух Я уже вижу Кабину поезда Ого Сколько Семь пакетов Целых Семь Семь пакетов Да Здорово Я думаю Что этот поезд Будет не хуже А может быть Даже интереснее Чем тот грузовой Который мы собирали В прошлый раз Открываем пакеты И быстренько Начинаем сборку Ребята Смотрите Вот мы собрали Вместе с Даником Этот скоростной поезд Лего Сити Да У него есть Три части Это Две кабины И один Вагон Пассажир Смотрите Ребята Подходите поближе В этом поезде Кабине Находится Очень мощный Мотор Электродвигатель Да Да Который Приводится в движение С помощью пульта Управления Вот смотрите Видите там Горит лампочка Мы уже С Даником Все установили Там Ставили батарейки Все подключили Как нужно По инструкции Ребята А вот В этом вагоне Который Называется Кабина Могут Сидеть Пассажиры Как И в этом Вагоне В этом наборе Было Два Пассажира И Один Водитель Машинист Да Водитель Поезда Называется Машинист Фигурок В этом наборе Несмотря на то Что он Классный Набор Очень Интересный Фигурок Не очень Много Всего Три Да Один Два Три Ну Ничего Страшного Я думаю Что Во время Игры Можно Туда Посадить Дополнительных Пассажиров Из других Наборов Чтобы играть Было Интересно Правда Ребята Мы Пока Посадим Двоих Пассажиров И Машиниста Приступим Внутри Комфортные Привет Ребята Я готов Ехать Отлично Я Посажу Женщину Возле Окна Чтобы Можно Было Наслаждаться Видом Из окна Во время Пути Закрываем Поезд Да Накрываем Вагоны Крышей И Вот Ребята Мы забыли Вам показать Кабину Смотрите Какая Классная Ребята Первый раз Видел Маленький Лего Велосипед Ребята Вы знаете Я тоже Первый раз Встречаю Маленький Лего Велосипед Видите Ребята Здесь Есть Наклеечка Сюда Мы Поставим Велосипед Да С обозначением Куда Именно Нужно Ставить Велосипед Кстати Ребята Вагоны В этом Электропоезде Соединяются С помощью Классных Магнитов Смотрите Оп Класс А теперь Вот этот Сейчас Внимание Внимание Оп Здорово Запускаем Запускаем Ускорение Еще Супер Ребята Я просто Обожаю Играть В железную Дорогу Лего Сити До свидания Поезд Ребята Эта скорость Еще не предел Можно намного Быстрее Но мы С Даником Переживаем Что он Просто Напросто Свалится На повороте Ребята Максимальную Скорость Можно включать Когда Повороты В этой Железной Дороге Намного Больше Более Плавные Тогда Можно не бояться Что поезд Перевернется Да Видите Смотрите Вот я На ровных Участках Ускоряюсь Раз Теперь Замедляюсь Ускорение Замедление Видите Как отзывчиво Работает Пульт Здорово Поезд Отправляется А я Переключу Стрелу Раз Два Теперь Уедет Не по прямой А В объезд Ускорение О Другое Дело Еще Ускорение Здорово Еще Ускоряю Даник Я Переключаю Стрелу Опа Опа Еще Быстрее Это Реально Скоростной Поед Ещё быстрее! Чувствуюсь! Сейчас что-то будет! Я ловлюсь! Давай-давай-давай, ещё скорее! Посмотрим, сколько он сможет продержаться! Раз! Раз! Оп! О-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! О-хо-хо! Ох, как он проходит этот объезд! Слушай, на такой скорости и умудряются не свалиться! Да! Ребята, если место позволяет, то можно такую огромную железную дорогу построить! Да! И запускать не один поезд, а можно там и два поезда запускать, и три! И четыре, наверное, сто! Всем привет, ребята! А вам нравятся поезда? Лично мне очень! Наверное, самый известный поезд, который знают дети, это Томас и его веселые друзья! Ребята, сегодня я вам хочу показать набор супер круиз! Ну что же, давайте его откроем! Ребята, это друзья Томаса, Перси и Ния! А сейчас достанем самого Томаса! Ребята, он немного побольше! А вот и сам крейсер Стефано! Стефано может не только плавать на воде, но и ездить по суше, потому что у него есть специальные гусеницы и колеса! Привет, Даник! О, привет, папа! Ух ты! Какой классный набор! Это же паровозик Томас! Верно? Да, папа! А еще его друзья Перси, Ния и Стефано! Стефано может передвигаться как и по воде, так и по суше! Представляешь? Папа, а давай соберем этот набор до конца и поиграем вместе! С удовольствием, Даник! Но у меня есть идея! Давай сделаем это на пляже, где много песка и есть вода! Здорово, папа! Тогда я побежал одеваться! Только одеваться теплее, так как на улице уже довольно прохладно! Но нам это не должно помешать хорошо провести время на свежем воздухе вместе с паровозиком Томасом! Хорошо, папа! Прибыли! Это было отличное плавание! Эй, Томас! Ния! Перси! Мы на месте! Ух ты! Какая красота! Даже не верится, что мы здесь построим железную дорогу! Как здесь будет приятно кататься! Еще как построим! Вот увидишь, Томас! И поможет нам в этом крейсер Стефано! Он на все руки мастер! Даник, я думаю, что вначале тебе вместе со Стефано нужно выбрать хорошее место для железной дороги! Да, я согласен! Только вначале я должен взять пробы грунта! Даник, помоги мне, пожалуйста, подготовить бур! Хорошо, Стефано! Стефано, бур готов! Можешь отправляться брать пробы грунта! Вперед! Папа, пробы взяты! Здесь отличное место для строительства железной дороги! Отлично, Даник! Теперь ты можешь вместе со Стефано разровнять площадку для строительства железной дороги! Это мы мигом! Даник, одень, пожалуйста, мой отвал! Хорошо, Стефано! Вот, держи! Спасибо, папа! Так... Даник, вы вместе со Стефано, отличная команда! Папа, площадка готова, принимай работу! Ну что же, теперь можно приступать к строительству железной дороги! Строительный материал на месте! Продолжение готово! Завершаем поворот... И... установим окончание... Эй, друзья, железная дорога готова! Можно я первую прокачусь по ней? Конечно, Томас, вперед! Друзья, давайте прокатимся с ветерком! Ю-ху! Я поехал на второй круг! Томас, мне понравилось! Я еще раз хочу прокатиться! Ой, что случилось? Мои колеса загрузили в песке, а нет! Ой, мои колесики тоже загрузили в песке! Помогите! Перси, Ния, держитесь, я сейчас! Томас, дружище, лучше я сам, а то еще ты увязнешь в песке! Стефано, ты прав! Сейчас я тебе подготовлю твою ключню с тросом, и ты выдастешь Перси и Нию! Даник, работаем вместе, как одна команда! Ния, держись! Сейчас я тебя вытащу! Перси, я тебя держу! Сейчас ты будешь обратно на железной дороге! Даник, Стефано! Спасибо вам большое за то, что выручили! Пожалуйста! Ведь так и должны поступать настоящие друзья! Правда, Даник? Да, папа! Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу вот такую железную дорогу с паровозиком Томасом! Еще я вам покажу и открою вот такого паровозика с дизелью! Вначале откроем железную дорогу с Томасом! А вот и паровозик Томас! Надо эту штучку присоединить вот сюда! Вот так! Надо присоединить эти коры к сюрпризам! Мастер! Итак, начинаем строить спуск! Присоединяем воротики! Теперь, как я понимаю... Лишнее могу... Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Так, поворот прикрепливаем! Так, делаем поворотик! Затем еще один поворотик! Итак, соединяем прямую! Так, сначала сделаем поворотик! Оп! И прямую! Так, где у нас прямая, прямая, прямая? Так, прицепляем вот такую прямую, маленькую! Все! Остался последний поворотик! Так, еще немножечко! А теперь пора вставить батарейки! Так! Вот такая! И вот так! Немного неправильно! Так! Дизель, теперь твоя очередь! Получим батарейку! Ребята, пора Томасу и Дизелю отправляться! Ту-ду-ду! 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 Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик! Слушай, Даня, как они классно едут! О-о-о, развинулись! Отлично! Открываем опять сюрпризис! Ту-ду-ду! 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 Помоги им развинуться! Слушай, у Дизеля мешает вагон, да? Давай его сними! Давай его сними! Может так они... Ему может быть так легче будет ездить! Видите, как здорово разворачивается Томас! На этой возвышенности! У-у-у-у, у нас авария, Даник! У-у-у-у! Народный самарод! Так... Немного съехали с дорог... А-а-а, опять авария! А-а-а-ия! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Ту-ду-ду-ду! Ту-да! Опа! Опять сними, трусочки, трубат! Томас поднимается! Разворачивается! Получись! Слушай, там нас намного мощнее дизеля. Как он его переборол. Опять столкновение. Сюрку, видите ты? Как мне нравится играть в паровоз. Сейчас ты. Должен. Должен. Не бороться тут. Не бороться. Это застречено на дорогах. Да, этого нельзя делать. Тут не приходит сказать место встречи, которое из них нельзя. Вот так. Кто-то нарушает правила. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. Сейчас мы одного нарушителя. Наверное, это дизель. Пускай его. Подожди, подожди, подожди. Пусть проедет Томас. Теперь пускай дизеля. Вот, сейчас мы его... Наградим. А у нас не... Ооо. Столкновение. Опять столкновение. Больше не раз не столкайтесь друг с другом. Ой, что-то пошло не так. Ребята, но Томас тут... Что у нас тут опасно? Камни сыпят. Да, тут обваливаются камни. И когда они обваливаются, то оказывается, что под ними есть кости динозавров, останки динозавров. 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 Закрываем. Ту-ту-у. Дидель, нужна твоя помощь. Чтоб было веселее. Точно. Допустя и динозавров. Подожди, подожди. Пусть подними его пока. Вот так. Теперь пусть он едет за Томасом. Ту-ду. Томас, подожди меня, я с тобою. Томас, аккуратно, друзья. Осторожно, это очень опасно. Это опасно. Томас, я догоню тебя. Вперед. Вперед, Низель, отдай газу. Ну что, Даник, тебе понравилась эта железная дорога с паровозиком Томасом и дизелем? Мне тоже. Ну что, в следующих сериях покажем ребятам дополнительные дороги с Томасом? Да, мы их объединим. И будем объединять их, да? Да. В одну большущую железную дорогу, это будет интересно. Да, вот так большую. Огромные-преогромные. Носики-курносики. Запускаем поезд. Привет, ребята. Вы на канале Носики-курносики. Ребята, в этой коробке большая железная дорога и есть грузовой поезд. А еще, ребята, здесь есть интересный подъемный кран. И много всего другого. Ну что же, открываем. Никого. Да, пакетиков много. Значит, действительно будет очень большая железная дорога. Мама, я предлагаю вначале собрать катер и подъемный кран, а потом уже другое собрать. Хорошо, давай начинаем. Ребята, этот катер грузовой, поэтому у него есть ящик с бананами. Ребята, а сейчас мы собираем подъемный кран. Кран для погрузочных работ готов. Ребята, а теперь соберем кафе. Смотрите, какое классное кафе внутри. Тут есть кассовый аппарат, кофемашина. Стойка, куда можно поставить чашечку кофе и свежие булочки. Да. Добро пожаловать в наше кафе. И кран готов. Самый главный кран на нашей железнодорожной станции. Да. Вот это кран для рыбы, а это кран для основного груза. Так, ставим последние детали. А я как раз заканчиваю собирать вагончики нашего поезда. Отлично, мам. Скоро будем его запускать. Ребята, смотрите, какие тут фигурки. Здесь есть моряк, то есть капитан. Еще здесь есть машинист поезда. И женщина. Она сотрудница нашего кафе. Запускаем поезд. Тупо скоро будет заправка. Тупо скоро будет заправка. Буй, 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 буй. Погрузим в подарок. Да. Эй, погрузите рыбу! Рыбу! О, как раз рыбу привезли. Вот и рыба. Ну что же, отправляемся. О! Опять заправка. Топлива не хватило. Я буду капитаном заправочной станции. Так, теперь шоколадку мы забыли погрузить вместе с подарком. О, и молоко забыли. Вот. С рыбой. И бананы тоже так хватит. Ну все, поехали. Ой, и гаечный ключ дорог. Тоже пригодится. Поехали. Ой, заправка, заправка. А. Угу. Заправка. Ребята, а сейчас, Даником, мы вам покажем особенно интерактивные функции этого поезда. Вначале мы покажем вот этот синий маячок. Он означает то, что поезду нужно заправить. Ребята, с помощью вот этого желтого маячка поезд подаст сигнал. Ой, топлива не хватает. Все, заправились. Ребята, а вот этот маячок означает, что поезд останавливается. Нужно его поставить. Мама, помоги мне. Вот. Добрый день, уважаемый машинист. Чего желаете? Здравствуйте, налейте ко мне, пожалуйста, чашечку кофе с горячей булочкой. Минуточку. Сейчас все будет. Ой, отлично, перекусил. Время отправляться дальше. Ребята, а с помощью белого маячка ПЭК включает фар. Его мы поставим вот сюда. Видим. О, включились. Даник, а ты знаешь, для чего нужен вот этот зеленый маячок? Да, знаю. Он называется реверс, что означает обратный ход. Его мы поставим вот сюда, потому что тут есть тупик. Так, так, слезу смотрим. Да, точно. Можешь лететь. Я запускаю поезд? Да. Я буду следить за спрятать. Вот сейчас реверс включу. Видите, как он действует. Он сразу же поехал назад. Поехали. О, включились фары. Гудак, ту-ту. Сейчас включится реверс. Потому что наш поезд заехал в тупик. Задний ход, ту-ту. Бибик. Ту-ту. Фары сейчас включатся. Сейчас будет ехать по кругу. Выгружаем подарки для детей. Ту-ту-ту-ту. Капитан, успей вовремя доставить подарки. Хм, хорошо. Носики-гурносики. Привет, ребята. С вами Даник. И вы на канале Носики-гурносики. Ну что, поиграем? А вот и мой старый друг едет. Вместе со своим внуком и его друзьями. Привет. Здравствуй. Толя, друг мой. Спасибо тебе большое, что разрешил мне провести экскурсию для детей на этой строительно-погрузочной железной дороге. Для меня это в радость. Я же знаю, как дети любят наблюдать за разными поездами и другими рабочими машинами. Ребята, но у меня для вас есть одно важное условие. Во время этой экскурсии от дедушки Сережи вы не должны отходить ни на шаг. Ясно? Да, деда строитель, мы все поняли. Отлично. Ребята, поехали скорее. Сейчас вы все увидите. Ребята, тут нужно подождать, пока откроется шлагбаум. О, тут как раз два поезда остановились. Вот наш кран. О, как здесь интересно. Правда, ребята? Да, очень интересно. Дети, обратите внимание, какие интересные грузовики к нам подъехали. Даник, а что делают эти грузовики? Ребята, они ждут своей очереди на разгрузку. Вот стоит кран, и они сейчас погружают в специальные ботики для нового строительства. Половины ботиков достаточно. Выгружают майно. Майно. Пок выгружаю блоки. Пираж. Выброс блоков Ребята, первый грузовой поезд загружен Теперь можно отправляться Стойте, стойте, нужно только заправить поезд Все, заправилось Теперь точно можно отправляться Дети, смотрите, едет второй грузовой поезд на погрузку Ух ты, дедушка, какой он интересный Вот еще блоки Ой, несколько блоков рассыпалось Сейчас я их сам довезу Ммм, какая дружная рабочая команда Экскаватор помогает самосвалу Все готово, друг Дети, у меня для вас отличная новость Мой друг, бригадир Толя Разрешил нам прокатиться вместе с поездом Ну, это, конечно, все потому Что мой прицеп специально для этого оборудован Друзья, а я вам в этом деле помогу Отцепить прицеп 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 Я же вам обещал, что будет очень интересно Отцепить прицеп Продолжение следует...